Выпускники 11-х классов готовятся к ЕГЭ в дистанционном формате. Напомню, что государственная аттестация начнется с 29 июня и продлится до 20 июля. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, 11-ти классники смогут посещать очные консультации с соблюдением всех санитарных норм и правил. Тему продолжит Дарья Диатулина. Алина Агай – выпускница многопрофильного лицея. Девушка планирует поступать в медицинский университет на факультет педиатрии. На протяжении двух лет учебы в лицее Алина усердно готовилась к сдаче всех обязательных предметов. Сдаю я русский, биологию, химию. Базовая математика мне нужна была бы для аттестата, для получения, но в итоге в связи с ситуацией, которая сейчас творится в мире и в нашей стране, этот экзамен отменили. Сейчас каждому из школьников, который заканчивает 11 класс, несомненно, готовится сложнее, хотя это прекрасная возможность подтянуть себя. Напомню, что экзамены у выпускников начнутся с 29 июня и продолжатся до 20 июля включительно. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня. Он пройдет 2 и 3 июля. ЕГЭ в Муравленко планируется провести во второй школе с соблюдением всех санитарных норм. Для получения аттестата в предыдущие годы необходимо было сдать два экзамена – русский, язык и математика. Напомню, математику на базовом уровне. Так вот, в связи с изменениями, для того, чтобы получить аттестат, выпускнику не нужно будет сдавать этих экзаменов. Поэтому можно сказать, что они освобождены от этих экзаменов. Вместе с тем, единый государственный экзамен по русскому языку и по математике будет проводиться. Но он проводится для тех ребят, которые планируют продолжить получать образование в вузах. Также в расписании будут предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ по всем предметам. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, выпускники смогут посещать консультации малыми группами. А до тех пор дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ будут проводиться дистанционно. Дарья Диатулина, Петр Хаджаев, Виталий Седняев. Новости Муравленко.